КОНЕЦ КОНЕЦ Я коренной житель города Находки. Совсем недавно, побывав на пляже Прикумск, я увидела красивые горы, прозрачную воду. И весь этот вид портит выгрызанная сопка. Как оказалось, на ней строится будет химический завод. И все, что нас окружает, чистый воздух, его скоро совершенно не будет. И наши дети, им ничего не останется, как просто бежать с родителями непонятно куда. Они думают, что они уедут куда-то, в другой город, в другую страну жить. Поверьте мне, там лучше не будет. Там будет то же самое. Вы считаете, этот завод нужен здесь? Я хочу завода. Вы просьб? Да. Друзья, я тоже живу в городе Находка, тоже люблю этот город. Сюда приезжают со всего края люди, отдыхают с Хабаровска, с Комсомольска. Всегда это был зеленый, прекрасный город. С Японии, я помню, приезжали туристы с других стран. Пора нам прекратить перевалки угля, строительство вредных заводов, вредных производств. Пора Находку опять сделать жемчужиной и сделать городом-курортом. Жители города Находки, Находкинского городского округа, Приморского края, всей России, я вас призываю к тому, чтобы вы выступили в поддержку всех наших людей, которые борются в данный момент с бесчинством, то, которое происходит здесь, в Находке, во всей стране. Как вы будете жить дальше, когда убьют окружающую среду, когда у нас начнут в полной, да хотя бы в половину мощности работать эти заводы? Главный ресурс человечества и качество жизни – это здоровье. Но мы все об этом забыли. Ценности были подменены вообще людьми. Никто не задумывается об этом. И никто этого не знает. Так вот я хочу, чтобы вы, люди, знали, что есть такие люди, которые борются за вас, за своих детей, за своих родных, близких. Ведь чужих детей не бывает, и мы все едины. И поэтому надо что-то делать, надо не молчать. Если каждый выйдет и скажет, снимет свое видео, свое обращение, неважно, профессиональная это будет камера, или это просто будет телефон, или вместе они организуют какое-то общее семейное видео, заснимут эти прекрасные горы, и что с ними сможет стать, тогда, я думаю, будет какой-то результат, и нас увидят. Не все знают о том, что происходит в нашем городе. Хотя сопка, на которой планируется построить завод, невооруженным взглядом видна с любого уголка нашего города. 600 с лишним гектаров редких растений, деревья краснокнижных. Все было уничтожено, не имея никаких на это законных оснований. Кто мы будем, если мы не сможем сберечь все то, что нам передали наши деды, прадеды? Есть такая пословица, разделяй и властвуй. На данный момент проходит так, что наше правительство делает, вот именно по этой пословице, она нас разделила и властвует над нами. Так давайте будем едины, едины во всем, едины в том, чтобы у нас было будущее. Вы слышали что-нибудь про строительство завода, который у нас находится в Козьмире? Да. Как вы смотрите на это? Плохо смотрю. Почему? Потому что незачем нам, и так дышать нечем. В уголе еще химические эти заводы. Вы беспокоитесь? Конечно, как и хотели. У меня дети, внуки, нам тут же тихо. С искателями все бухты, никуда не подойдешь, никуда не подъедешь, негде отдохнуть. Мы все думаем, что да ничего не будет, да построят завод, да будет этот пыхтеть, он будет сколько-то миллионов выпускать этого аммиака, еще чего-то, удобрений каких-то. И ничего нам не будет. Представьте, это не нефтетруба, по которой просто нефть идет, а это будет завод с трубами. Представляете, из которых постоянно будет идти выхлоп. От этого завода отказался даже Китай. Настолько вредное производство, что даже такие страны, как Китай, от них отказываются. Поэтому я думаю, что нам всем нужно поддержать тех ребят, которые стоят против строительства этого завода. Если там произойдет какая-то искра и произойдет взрыв, то так как эта сопка наклонена в сторону находки, то детонация пойдет прямо на находку. Первая волна, которая будет идти взрывная, она поднимет угольную пыль, которая находится вдоль всего порта Восточного. И дальше уже будет идти волна взрывная, огненная, которая просто взорвет это все. Представляете, какой силы будет взрывать? Мне сказали, что просто снесет весь город. И надеяться на то, что этой искры не будет, давайте не будем. Просто выйдем против строительства этого завода. Зачем он нам нужен? Зачем мы будем думать о том, что чего-то там искры там может не быть? Опять же, если они говорят, что это ТОР, то на территории ТОР вообще никакие не действуют законы. Они будут строить китайцы, как попало это все. Понимаете? Там никаких СНИПов нету, как во времена СССР. Там никто не будет это контролировать, строительство. Представляете, какая там будет безопасность? Поэтому и теперь надеяться, что там не будет никакой искры, никакой проводки. Никто там не закурит нигде. Давайте об этом не будем думать. Опять же, там будут работать китайцы. Поэтому проще всего хотя бы половине жителей выйти и выступить против завода. И строительство закончится на этом. Да загадили всю находку уже. То есть вы против? Да, конечно, против. Спасибо. Помимо угля еще тут будет такая трава. Согласен полностью. Против. Я против строительства химического завода. Против. Мы против строительства. Мы за экологию. В нашем городе была проведена забастовка против строительства завода минеральных химических удобрений. Побывав на забастовке, я могу отметить то, что были одни женщины, не было мужчин. Где вы, те самые защитники? И те самые защитники, которые точно так же в погонах. Почему вы так поступаете? У вас нет детей, у вас нет семей. Все те люди, которые заинтересованы в этом, что они вообще, о чем они думают. Они будут жить на другой планете. И я думаю, что этой планеты нет. Мы все живем на единой планете. Поэтому стоит задуматься, как нам жить всем дальше. Можно жить без больших денег, без крутых машин. Можно. Но нельзя жить, когда нет чистого воздуха, чистой воды и чистой окружающей природы. Народ – это сила. Был, есть и будет. Посмотрите Хабаровск. Я хочу сказать поддержку тех людей, которые выходили на забастовку. Вы молодцы. Вы правильно делаете. Хотелось бы больше людей, чтобы они участвовали в этом. Да, я слышала о химических заводах. Совершенно верно. И как вы считаете? Ну, что хорошего? Ничего хорошего. То есть вы против? Против экологии будет заряжаться. Да, наши дети, внуки, правнуки у меня уже четверо правнуков. Им расти, и разве в море в таком не смогут купаться? А можно сравнить город 20 лет назад, когда он был действительно шемчужиной, и сегодня? Море, конечно, стало совсем грязное. Ну, зачем нам лишнее загрязнение? У нас и так угля достаточно, и так от него не можем избавиться. А он опасный будет, думаете? Ну, думаю, да. Это портит экологию нашего города. Против, конечно. Почему? Потому что зачем? Возле моря, тем более. Как думаешь, нужен нам завод такой в находке? Нет, не нужен. Я против строительства, забота. Почему? Ну, не знаю. Опять начнется так же, как с углем. Вот это разносится все. Да я так же думаю. Мы против, конечно. То есть вы поддерживаете активистов? Мы поддерживаем, да. Во-первых, это порча экологии всех этих мест, морей и всего подобного. Наши администрации и наши сотрудники дали провести эту забастовку, но после этого начался захват тех всех людей, которые рассказывали правду обо всем этом. Арестовали участников Владимира Викторовича Беляева, председателя нашего профсоюза, так же и меня. На данный момент Владимир Беляев получил наказание в виде пяти суток. После чего Владимир Викторович объявил сухую голодовку. Для того, чтобы услышали нас всех, для того, чтобы отменили данное строительство, чтобы его не было здесь, чтобы мы могли жить в чистом городе, в чистой стране. И в этот момент уже третий день, с 26 числа, он находится на сухой голодовке. Сегодня уже третьи сутки, как человек ничего не ест и не пьет. Вся эта акция, это все для нашего города, для наших детей. На сегодняшний день мы, все жители, кто знает, что Владимир там, мы прозваниваем и спрашиваем о его состоянии. На сегодняшний день, позвонив где-то примерно в 2-3 часа дня, сказали, что у Владимира пропал голос. До этого выдавали ему телефон, он созванивался периодически. Мы, конечно же, интересуемся его состоянием здоровья. У Владимира пропал голос. Так как не поступает жидкость в организм, конечно, человек ослаблен. И дальше могут начаться необратимые последствия здоровья. По поводу Владимира Беляева, я бы хотел поддержку, чтобы все могли, взяли, позвонили, узнали о его состоянии. Камера находится на пограничной 100, поэтому, если мы все поддержим его, принесем туда по бутылке воды. В знак поддержки тех людей, которые именно борются за нас, борются за наше будущее, за наших детей. Я не знаю, в каком состоянии выйдет этот человек, и выйдет ли он на своих ногах, или его вынесут на носилках. И что, какие будут необратимые последствия с его здоровьем, и что конкретно, мы ничего этого не знаем. И поэтому хочется людям сказать, что вы подумайте, что делается для вас, что делается для человечества. Это делается не только для вас, а для всех. И для нас, и для вас. И поэтому этот мир должен задумываться не только о материальном, но и о качестве жизни своих родных и близких на этой земле. Хочу обратиться к товарищам полицейским. И прошу вас, не забывайте, кому вы служите. Кому вы давали присягу. Вы служите народу. У вас у каждого есть своя семья. Есть дети, родители и тому подобное. Вы подумайте, что на месте той забастовки, пока вы с погонами, вы, да, силы. Но когда вы снимете эти погоны, вы такие же, вы сравняетесь с нами. И вас никто не различит, при погонах вы или нет. И также в этой забастовке может быть ваша мать, ваша жена, ваши дети. И что вы точно так же будете себя вести, оставлять синяки. Ну, в первую очередь, вы же мужчины. В первую очередь, вы защита нас. Где вы защищать нас должны. Я забастовка была. Нормально. Не дошла. Он теперь тоненький. Не дай бог ему состояние плохо. Да я вас отпустила. Записывайте все. Ну-ка отпустите. Давай, не понимаю, все. Стецов Валентин Викторович, я не ознакомился. Мне плохо. Там и скорую пришлось вызывать. Мне там сердечко прихватило. Вы можете рассказать причину? Почему вы не можете... Дебилы, что ли? Я спрашиваю, в чем случилось? Я спрашиваю тебя три раза. Вы женщину, у которой дети, вы не пускаете. Молодец, вы пускаете домой. Ну, вы же не полицаи, как во время фашизма там были полицаи. Ну, вам название поменяли. Ну, вы же те же самые милиционеры, да. Вы знаете, Конституция о чем говорит. Ну, все мы, все, кто идет на эту службу, все служат люди, служат народу. И когда мы привстанем там, перед Отцом уже Всевышним, каждый ответит за свои дела. Не считайте эти копейки. Вы поймите, что присягу вы давали народу. И служить вы должны народу. Товарищи полицейские, исполнение преступных приказов влечет за собой ответственность. Вы такие же люди. У каждого из нас есть дети. И за каждого болит по-настоящему душа. Федеральный закон номер три. Кому они давали присягу? Кого они должны оберегать? Кого они должны беречь? Чьи права они должны защищать? Там сказано только про народ. Они обязаны беречь права. И беречь сам народ. Также хочется отметить и сказать вам, что, конечно, вы все получаете зарплату. Главное, так же, как и у медиков, они подписывали клятву Гиппократа, так же и вас защищать народ. И я хочу, чтобы вы эти слова не только держали в голове, или писали где-то на бумаге, или в книгах, но и вы эти слова применяли в жизни. Вы защищали народ, они уничтожали нас. Мы многонациональный народ, который друг друга всегда будет поддерживать, любить и беречь. Вместе мы едины. И это есть сила. Редактор субтитров А.Семкин